Володя и Юра все тут хорошо оформили, все помнят Лаврентьича. Вдова Александра Назаренко Мария Ивановна едва сдерживала слезы. Она уже не надеялась, что работы ее мужа будут выставлены в галереи и люди придут на них посмотреть. Художник умер 29 лет назад и все это время большая часть его работ хранилась на чердаке частного дома. До тех пор, пока о них не узнал собиратель картин Юрий Шпилев. Время делает свое и требовалось, конечно, много над ними поработать. Работа заключалась в том, чтобы сначала выкупить картины, затем отреставрировать, а после этого выставить в галереи. И так совпало, что эта экспозиция стала первой в череде мероприятий, посвященных Дню города. История города складывается из судеб конкретных людей и их свершений. Не случайно выставка получила название «Эпоха и судьба». Слишком сложным оказался творческий путь художника. Его лишали званий и наград. Он не сломался, а начал творить заново. Открывал новые формы самоображения. Искал себя в жанровом разнообразии реализма. Это самое сложное. Почему? Потому что от природы нужно передать то, что действительно ты там нашел. Это очень важно для художника. А не выдумывать какие-то, бог знает что, из какой планеты людей и прочее там человечков. Он был реалистичен. И при том, действительно, вот это продолжение работ, как продолжение природы, ее восхождение, умирание и прочее, он это умел великолепно делать. Наиболее яркие работы мастера выполнены в жанре графики. Это очень трудно. Это кропотливейший труд. Эти сопки, да, эти вот вулканы погасшие, эти вот облака. У меня есть к нему восхищение, у меня есть к нему почитание. В этой картине в полной мере отражается то, что я сказала. Здесь есть величие вулканов, потухших сопок, есть нагромождение прибрежных скал, есть суровость природы. Екатерина Блинникова – куратор выставки. И стало им не случайно. В череде всех лиц творческих города Артема он стал моим одним из любимых. Он для многих стал любимым художником, потому что опыт, мастерство и талант невозможно спутать с дженериком от искусства. Проходя по этой выставке, я заметила несколько работ, которые напоминают мне мое детство. То есть здесь изображен старый город Артем, и может быть мне не все так близко, но вот некоторые моменты, некоторые картины – это действительно историалии, которая была на территории нашего города. Девочка с лейкой. Работа относится к концу 60-х годов. И, казалось бы, не очень она нагружена линиями, пятнами, сделана легко. И создается впечатление, что она залита солнцем, и тем нас и трогает работа. К большому сожалению, успех «Вернисажа» зависит не только от мастерства автора и восторженных оценок профессионалов, но и от количества посетителей. Все забыли, что такое изобразительное искусство. На данный момент это очень сложно. И вот в это время появляется такая выставка, это как действительно противовес вот этой дури какой-то, буквально невнимание. Я думаю, что Назаренко, можно им гордиться. Это имя должно быть занесено как раз в почетную книгу Артема. Обязательно. Вдова Мария Ивановна может быть довольна. Не забыт художник Александр Назаренко. И картины, 30 лет пролежавшие на чердаке, еще послужат доброй памятью потомкам. И городу, в котором он творил. Александр Наточек, Илья Тишкин, Светлана Нурик. Городские новости.